13 часов и 7 минут прозвучала традиционная заставка программы «Особое мнение», но пока это не совсем особое мнение, потому что мы в ожидании гостя. Гостем особого сегодня станет руководитель Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Валерий Трулова. Валерий Николаевич, видимо, сейчас попал в небольшую пробку, если вы нас слышите. Мы вас ждем очень-очень, Валерий Николаевич. Да, меня зовут Владимир Сметалин. Как это принято у наших московских коллег. Если что-то случается, если гость задерживается, мы все равно начинаем эфир. Вот с Викланой Занькой еще раз приветствую нашего главного редактора. Добрый день. У нас тут есть небольшие новости, и мы хотим поставить в известность наших слушателей, но не только слушателей, а вообще активную общественность нашего города. Давай начнем с того, почему у нас не будет завтра все-таки главы администрации. Я сообщу эту печальную новость. Ну вот только что мы узнали, что Илья Вячеславович уехал в Москву в командировку. И мы со вторника в нашей группе ВКонтакте анонсировали приход сети-менеджера, поскольку каждый такой персон небольшой, которым горожане активно задают вопросы, мы теперь в ВКонтакте регулярно выкладываем формы вопросов для того, чтобы собрать срез вот такой, максимально пересекающиеся вопросы задать нашему гостю в эфире. И то же самое мы сделали по шагину. Со вторника запущен опрос. Уже сегодня мы собирались к вечеру подготовить вот этот срез. Мы это и сделаем. Мы все вопросы, которые написали вы наши слушатели, соберем. Мы их скомпилируем. Мы обязательно скажем, когда придет Шунгин в студию, а он придет, у меня личная с ним договоренность, Илья Вячеславович регулярно приходит, выполняет свои обещания всегда. И обязательства, как сети-менеджер, он общается с горожанами. Сохраним все вопросы. Я могу для примера, если можешь привести, вопросов немного, но они есть. Они касаются самых злободневных, по-моему, проблем. Это, конечно, отсутствие горячего водоснабжения, отсутствие отопления. Вопросы безработицы поднимаются, оплаты труда, торговые центры, качество торговли, услуги и так далее. Все это по адресу, да? Я не знаю, насчет оплаты труда и трудовых взаимоотношений. Может быть, это правительственная все-таки история и других комиссий, но тем не менее. Все, что касается горожан, живущих в городе Кирове, это забота сети-менеджера и главы города Елены Ковалевой. Кстати говоря, Елена Ковалева тоже в ближайшее время в нашей студии будет. И мы точно так же сделаем. Мы точно так же за два дня ВКонтакте объявим сбор вопросов, чтобы это не было только нашим каким-то интересом. Да, у нас всегда есть вопросы свои, естественно, но важно, чтобы ответы были на ваши вопросы, слушатели, даны. Поэтому, пожалуйста, поактивнее группу ВКонтакте, заходите, смотрите все анонсы, новости наши там тоже выкладываются, мобильная версия есть, у всех сейчас вот есть смартфон. Пожалуйста, смотрите. Значит, второе, что я должна сказать, и это очень важно, это, безусловно, напрямую связано с нашей радиостанцией. Дело касается Кировского урбанистического форума, который 23-24 числа состоится. Вчера был запущен сайт, на котором вы можете найти программу Кировского урбанистического форума, просто в поисковике КУФ вбиваете или Кировский урбанистический форум, и выходите на этот сайт. Сотрудники ВИАТКУ его очень хорошо и сделали. Вы можете посмотреть программу, и самое главное, зарегистрироваться на те площадки, которые вас интересуют. Слушай, я нашел сайт urban.viadsu.ru, это он и есть? Это он и есть, да, но в поисковике легче искать, как Кировский урбанистический форум. То есть университет превосокупил, да, к своему доменному имену? Да, потому что это, собственно, не исполнители задания по организации форума, поэтому используют свою площадку. Значит, важно зарегистрироваться. Почему? Не потому, что там кого-то будет отсеивать, да, и кого-то выбирать. Нет. Форум абсолютно для всех. Он не для избранных, он для всех горожан. И неважно, кем вы являетесь, пенсионером или архитектором, студентом или школьником. Он для всех. Но, понятное дело, что просто будет ограничено количество мест самими помещениями. Основная программа пройдет в детском космическом центре. Там очень хорошие, удобные, современные залы. Часть мероприятий пройдет в... На Преображенской. На Преображенской. На Преображенской 14. Как он называется? На Инженериум. На Инженериум. На Инженериум. Подожди, Преображенская 14. А, Преображенская 14. На Детско-космический центр. А, да, да. На Инженериум это 41. Да, я просто переходил. 14 и 41 у них. На Инженериуме, да. 41 и 14. Очень легко запомнить. 41 и 14. Либо там, либо ся. Значит, что там особенно будет интересно? Ну, кроме очень серьезных, развернутых, глобальных там вопросов, которые будут освещать и представители администрации, и профессионалы из Москвы, и Казани, и Ижевска, и Ярославля, и Санкт-Петербурга, и других городов. Там будут две очень серьезные практические площадки, и по ним работа продлится два дня. Вы тоже можете поучаствовать. Первое. Это уже анонсировано нами, и мы подробно рассказывали на самом деле об участке реки Ильюченко, который находится у ипподрома, потому что активисты группы реки Кирова, Хлыговка и Ильюченко будут разрабатывать эту территорию совместно с жителями соседних домов, со студентами, с архитекторами, со специалистами из Казани. Они эту территорию, какой она могла бы быть, то есть какой она должна быть, в общем, будет проектированием заниматься. Вот это участка рекреационного. Все, кто живет там, обратите, пожалуйста, внимание. Зайдите на Фейсбук. Солнечная Ильюченко называется группа. То есть получается улица Ульяновская? Да, да. Солнечная Ильюченко. Вы посмотрите, там карты выложены, описания выложены, и все. И если вы заинтересованы в том, чтобы развивать эту территорию, будь вы просто житель или вы там бизнесмен, строительные компании призываю, особенно компания Маяковская, которая там строит, прийти и поучаствовать в разработке плана благоустройства этого участка Ильюченко. Надо Ильюченко тоже уже начинать благоустраивать. А вторая тема, вот такая будет практическая, это о враге засора. Собственно говоря, губернаторы и сети менеджера, как сказали, так и делают. Тоже приедут специалисты на городе. Широкое общественное обсуждение, мы имеем это туда? Нет, нет, уже теперь не просто обсуждение, это будет два практических дня. Первый день, да, полностью работа будет идти в оврагах, будут проводиться исследования, будут проводиться прикидки, опросы, проектирование. Второй день, уже непосредственно работа в группах, в инженериуме. Чтобы был результат по итогам вот этого форума, должен быть результат, представлены конкретные предложения, не только там архитектурные благоустроительные решения, но еще и бизнес-решения по развитию оврагов. То есть сейчас уже можно точно говорить, что эта тема с оврагами, она... Это прекрасно, что такие территории требуют больших инвестиций, а значит, нужно грамотно проработать. Но все шаги в этом направлении последовательно делаются правительством и администрацией. Мы это видим. Просто мы сами с тобой здесь об этом говорим постоянно, освещаем эти вопросы. Итак, Кировский урбанистический форум 23-24 октября. Сайт работает, в поисковике набирайте, изучайте темы, регистрируйтесь. Да, я сейчас зашел как раз таки, открыл форму регистрации, она достаточно простая и понятная, вам нужно только в обязательном порядке представиться, то есть фамилию, имя, отчество свое указать, выбрать район. Вы приедете на этот, да, форум открытый. Да, район приглашают тоже, муниципальный служащик тоже. Либо это город Киров, вам нужно указать свой населенный помнят, откуда вы приехали, и вам нужно будет указать электронную почту, затем вам нужно поставить галочки на тех, собственно, секциях, где вы будете принимать участие. Прямо вот это все разбито. Вот и вот все. Регистрация у вас не займет много времени. Да, надо понимать, что, может быть, на какую-то секцию вы не попадете, может быть, даже не попадете вообще, это будет зависеть от того времени, когда вы заявку подадите, поэтому, пожалуйста, не затягивайте, форум уже на носу, не затягивайте и регистрируйтесь. Еще раз, да, действительно, это не только для кировчан, это для всей области, и даже из соседних регионов гости приедут. А можем, кстати, приоткрыть немножко тайну, я напоминаю, что это наш главный редактор, Соклон Данько, кто из Светиев в урбанистической мысли. Там все есть. Точно, а, уже все есть. Там все есть на Сайте, абсолютно все. Некоторых из них мы уже знаем. Спикеры указаны. Некоторых из них мы уже знаем, они приезжали по приглашению губернатора, и мы с ними организовывали встречи как раз в Космическом центре, это представители московских архитектурных агентств и казанских, и петербургских. А вот, кстати, Новосибирск, Володя, это те люди, которые разрабатывают нам генплан, внимание. Да-да-да, Сергей Заусаев, главный градостроитель Сибнии, градостроительство. Это очень важно. Надо напомнить, что был конкурс проведен, и был этот конкурс уже там разыгран, и вот этот Новосибирский, новосибирская вот эта вот структура выиграла этот конкурс на разработку генплана, и была прямо битва же за это тоже. Надо сказать, что подавались многие очень, да, разработчики, Новосибирск выиграл, и вот теперь... Новосибирск предложил самую цену, да? Да ведь не только... Приемлемо нет, не только? Нет, не только цена была заложена, и то, что в конкурс на эту документацию, конечно, нет, параметры и другие. Они делали уже не первый, делают, конечно, уже не первый генплан, но смотрите, это важно, что вот люди, которые в сентябре получили заказ, они едут сюда в октябре, чтобы перед горожанами, перед специалистами защитить свой проект. Уже, видимо, если он... Я не помню конкурс, когда он должен завершиться, и сколько там срок на разработку генплана, но предварительные они будут производить защиту и обсуждать с нами наши хотелки, так сказать, да, о чем мы хотим. И я предвкушаю, что там будут представители наших проектных институтов кировских, которые тоже бились за этот генплан, и они будут задавать нам каверзные вопросы, и грамотные тоже вопросы. Они здесь были, эти представители наших проектных институтов, и я думаю, что будет очень важно и ценно услышать ответы. То есть приезжают люди и те, которые уже конкретно вовлечены в процессы в Кирове, да, вот разрабатывают для нас различные планы. И те, которые будут помогать нам организовывать проекты, и те, которые, возможно, в перспективе получат проекты от региона, важно их увидеть, с ними поговорить, задать правильный вопрос. Ну, собственно говоря, Валерий Николаевич Турул, который же появился в студии, он на последних рабочих группах по Кировскому органистическому форуму присутствовал, я, к сожалению, тогда не могла, присутствовал, мы сейчас как раз, я рассказала, что запустили, и это важно, это очень важно, всех призываем регистрируйтесь и приходите. Спасибо, я, может, проголосу. Пожалуйста, присаживайтесь, мы сейчас прервемся на полминуты и начнем особое мнение. Валерия Турул, руководитель Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса. Сейчас отдышитесь, Валерий Николаевич, и сразу к делу. Да. Поехали, Валерий Николаевич, урбанистический форум, сейчас у вас есть возможность непосредственно от себя высказать о его важности, и это, безусловно, связано с бизнесом. Конечно же, напрямую, очень важно, чтобы бизнес и работал в комфортных условиях, работал по понятным правилам, мы много раз уже обсуждали, в том числе, и тему наружной рекламы, дизайн-кода так называемого. Многие представители бизнеса уже высказывались у нас на эту тему в нашей студии. Бизнесу, естественно, хочется знать понятные, четкие правила, чтобы они были едины для всех. Так? Правильно. Поддерживаете, да? Да, правильно. Вообще, урбанистический форум, идея, она родилась из идеи, которую мы предлагали как биотехнологический кластер, о том, что использовать ситуацию подготовки к юбилею города Кирова в 2024 году будет, для того, чтобы усовершенствовать комфортную среду, создать для жителей города Кирова. И при этом те проекты, которые наработаны по биотехнологиям, а это и обеззараживание газонов у нас, это озеленение города, это очистные сооружения их работы, и водоснабжение и так далее, во все это внедрить наши разработки, наши собственные, которые сегодня внедряются по всей России. И вот мы написали соответствующее письмо Елене Васильевне для того, чтобы, в общем-то... Главе города? Да, нет, главы не, главе. Она уже потом отрисовала главе, и дальше в ходе обсуждения... Когда был-то, в каком году? В этом году, весном. Да, это весном. Вы написали Елене Васильевне, а она для администрации. Да, 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 да. И дальше Илья Вячеславович, он как раз, в общем-то, переформатировал эту тематику, и я думаю, это удачно, потому что мы, если вы помните, в 2014 году уже поднимали эту тематику с международного форума урбанистического, мы приехали из Санкт-Петербурга и пытались эту тему тогда еще поднять в городе Керово, но, к сожалению, Быков тогда был главой, он не воспринял эту идею, а это и транспортная система, это и перенос производства за пределы нашего города, где-то там должно быть, соответственно, логистика изменится по городу, меньше пробок будет и так далее и тому подобное. В общем, пытались, тогда не получилось, а вот надо отдать должное. Глава города поддержал, да, поддержал эту идею и переформатировал. Единственное, что нас беспокоит, что сама идея вот этого вот применения собственных технологий и под эти технологии попытка получить денег из федерального бюджета на развитие города, к его юбилею, она где-то потерялась. Она потерялась в самой идеологии урбанистики, вот этого тренда всемирного совершенствования, не моногородов, а мегагородов, мегаполисов, их развития. Ну, я думаю, что к этому вопросу можно будет подойти. Никто не мешает вам об этом напоминать и продолжать. Совершенно правильно, да. Но по содержательному аспекту на сегодняшний день переданы образные правления архитектуре. Прежде всего, архитектуре. Поэтому вот эта конкретика, она где-то приятная. И второе, настораживает то, что мы не рассчитываем на собственные силы, потому что в том числе, при течем этого должно быть генплан развития города Кирова, был конкурс объявлен, но скинули цену, и в результате мы опять проиграли и пропустили практически год для того, чтобы иметь хотя бы представление, в каком русле и куда должен развиваться город. То есть, аннулирован контракт с выигравшей на конкурсе фирмой, и сегодня вот мы находимся в пробеле. Мы, правда, пытаемся сегодня придумать схему, чтобы Киров Гипрозем, институт, взял на себя вот этот пробел и быстренько мы могли что-то сделать, подготовить. Но, к сожалению, вот ситуация такова, какая есть. Мы опять вынуждены работать с листа, с точки зрения свершившегося факта. Я думаю, что это не самый лучший вариант. Но то, что вот было передо мной сказано, что это событие в урбанистической форме, я думаю, что это будет действительно событие. Вы дважды повторили технологии, наши местные родные. Можно конкретно поговорить сейчас, что вы имеете в виду? Ну вот наш бизнес, инновационный бизнес, скажем, разработаны соответствующие штаммы, которые должны удалить с газонов нашего города тяжелые металлы. Ну вы знаете, что осадка идет. Как это в реальности может происходить? Да, это возможно, это специальное удобрение, насыщенное этими бактериями, которые с одной стороны вместе с удобрениями обогащают плодородный слой газонов, а с другой стороны впитывают и разлагают тяжелые металлы на более легкие фракции. Ну то есть вот это уникальные штаммы, которые были разработаны еще тогда Вятским государственным гуманитарным университетом, но сейчас это собственность опорного вуза. Или, скажем, сейчас идет проект использования биогазового оборудования и прибора Акватест. Акватест – это оперативного в режиме онлайн анализа частоты воды на очистных сооружениях, и через компьютер это все подается, и если где-то сброс вод начинает изменяться и не соответствует потребным категориям, просто останавливаются очистные, устраняются неисправности и так далее и тому подобное. И параллельно это завязано на биогазовое оборудование, которое ИЛ, отработанное ИЛ, перерабатывает удобрения, опять же для города, и производит газ, на основе которого работает когенерационное оборудование, а оно в свою очередь поставляет электричество для насосов. 90% очистных сооружений по затратам – это электроэнергия для двигателей, насосов, мешалок и так далее и тому подобное. Вот это можно все переделать, и мы запустили такой эксперимент сейчас, которым мы должны прозвучать на весь мир. Я не стесняюсь этого сказать, что вот в городе Керви возможно построение подобного комплекса, который будет не бельмом на глазу, а очистные всегда это бельмо на глазу, то в данном случае это будет некое предприятие, которое получает доходы для города, в прямом смысле доходы для города на отходах нашей жизнедеятельности. А как это, где конкретно, когда вы планируете? Нет, так сейчас я работаю, работаю иду. Работают где территориальности находятся? В тестовом порядке, Акватест уже стоит на очистных сооружениях. На наших, в Корченкино? Нет, не в Корченкино, на очистных. Ой, на очистных, простите. Это на кировские коммунальные системы, работаем с Лобановым в этом отношении, надо отдать должное, достаточно гибкий такой человек, хотя, в общем-то, находится под давлением Виксельберга, потому что инновационные процессы все равно должны быть утверждены на уже стоящем уровне. На самом уже стоящем уровне. Да, и мы же отлично понимаем, что подобная процедура может вызвать удешевление водоотведения для жителей города. Ну, понимаете, о чем идет речь, да? Да, может, конечно. Просто вот каждый раз, Валерий Николаевич, когда кто-то говорит о каких-то современных технологиях, которые существенно облегчают нашу жизнь, и еще это именно экология там сказывается... И удешевляет нашу жизнь, да? Но скептики же прекрасно понимают, пока это приносит... Ну да, да. Мы понимаем, что сопротивление... Большое бабло это, извините, не пропустят. Вы правы, Володя, в этом отношении. И мы, ну, слава Богу, с вами встречаемся уже не первый раз, и педалирую я многие вопросы не как я личность, а как президент биотехнологического кластера, это выборная должность. Да, про президента. То в данном отношении мне приходится вот сталкиваться и преодолевать сопротивление во многих вещах, и, к сожалению, не всегда успешно, к сожалению. И те наработки, которые были там в 13-14-15-м году, они на сегодняшний день реанимированы, и благо вот неделю назад состоялась встреча с правительством, Чурин возглавлял состав правительства, и мы презентацию проводили... Да, первый заместитель председателя правительства, да. Вот, и мы были приятно поражены, насколько он погрузился в ситуацию, и, в общем-то, предложил дальше развивать эту тематику и сделать фишкой Кирова и Кировской области. Полпредка будет на днях приезжать к нам, мы должны будем представлять... Мы знаем, там шорох уже... Да, 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 мы должны будем представлять, чем отличается Кировская область. И вот предварительно принято решение, как раз нашу фишку на сегодняшний день, это благоприятная среда жизнедеятельности, это использование малым бизнесом, новых разработок инновационных, получение своего рода госзаказа от правительства в области на вот эти внедрения, от города Кирова. Я думаю, это очень серьезная такая подвижка для развития малого среднего бизнеса. У меня такая сумасбродная и, наверное, антигуманная мысль созрела, вот меня зацепила просто информация про изобретенные микроорганизмы, которые перерабатывают тяжелые металлы. Кстати, это ассоциация наших аборигенных штаммов, которые вот доработали. Я не закончил, простите, разработайте, пожалуйста, что-нибудь такое, что может разъедать точечную застройку. Вот возводят здание, наутро пришли строители, а микроорганизмы обратно это все съели, возвели снова. Ну, вот я слышал, что шел разговор о том же самом Криловском микрорайоне, да, построение, где маяк строят. В том числе маяк. Да, в том числе маяк, там и ССК я видел тоже, они пытаются тоже строить. А ведь тема очень серьезная была, очень серьезная. Когда ликвидирован был, по сути, или ставили задачу ликвидировать уникальное предприятие измерительных приборов, Крин, красный инструментач, пожалуй, единственное в России, в бывшем Советском Союзе, которое оставалось, вот, это точных измерительных приборов. Сегодня оно сориентировано на производство китайское, которое мы потом поверяем и ставим свое клеймо. Но это неправильно. Мы не даем гарантии, что эталоны... Ну, это же вопрос безопасности. Если где-то допущено будет штанги, церковь или, скажем, там, микроны, ракеты полетят не туда, образно говоря, понимаете? Вот, но тогда удалось остановить этот процесс, видите, пересечение, конфликт интересов был строителей и данного производства. И удалось его тогда спасти, и на сегодняшний день на улице Народной, по моим сведениям, все же создано это предприятие, то есть Крин перевели туда, сохранили это предприятие. Ну, не знаю, как дальше будет ситуация развиваться. Но я хотя бы, почему я пример привел, потому что мы не должны рассматривать тот же, скажем, урбанистический форум без решения проблемы реального сектора экономики, того же бизнеса. Понятно, да. И я после перерыва, может быть, коснусь, потому что подходили ко мне уже посланцы с Лепси, которые говорили, у нас проблема, на каждый ровб были оборонные продукции, мы должны гражданской продукции выпускать, а те накладные затраты, которые на оборонке, ну, они обоснованы, там, точность и так далее, проверки, они делают не конкурентоспособные гражданскую. Что это делать? И мы, в принципе, консультации проводили и говорили с того же Лепси, что надо создавать сеть малых предприятий, либо привлекать малые предприятия, осуществлять на них. Либо импорт из Китая перекрыть. Конечно. Нет, но импорт, я думаю, что не удастся. Я видел, как система поглощения рынка Китаем осуществлялась в Соединённых Штатах Америки. Это пик был седьмой-двенадцатый год. И практически к двенадцатому году 98% ширпотреба в Соединённых Штатах, это было всё китайское. 98%! Вы представляете это? Вообще кошмар. И я тогда ещё сказал, что сказал и себе подумал в уме, да, забил, что вот не дай бог Китай перекроет сейчас каналы, а Соединённые Штаты, я считаю, сделали серьёзнейшую ошибку санкции, объявив Китай, и Китай спровоцировали на перекрытие товарной массы. Сегодня там проблемы. Олег Николаевич, давайте сделаем сейчас рекламу. Это Валерий Турула, руководитель Ассоциации защиты крафт малого и среднего бизнеса, президент некоммерческого партнёрства «Биотехнологический кластер» Кировской области, полторы минуты и мы вернёмся. Продолжаем наш разговор с Валерием Турула. Время крайне поджимает, поэтому я сейчас не буду задавать вот этот вопрос, как плевок в вечность, как чувствует себя малый и средний бизнес в нашем городе настоящем. Там мы меня информировали, живой или нет, я думаю, что существует просто в нейтральном положении, как что-то в проруби. Я сейчас хочу более конкретно спросить, вы поддержите высказывание Дмитрия Сергеева, члена ОНФ, сопредседателя регионального штаба, депутата ОЗС и так далее. Вот он в понедельник в нашем эфире, ой, простите, на прошлой всё-таки неделе в нашем эфире сказал, что прежнее отношение к бизнесу современных городских властей, как к дойной корове, это прозвучало в нашем эфире, прежнее отношение к застройщикам в частности, что вы нам все должны, если вы работаете на нашей земле, вы должны. Если президент объявил направление создания комфортных условий для бизнеса, то должно меняться на региональном уровне, на уровне муниципалитета отношения. А если отношения вы должны, в кавычках, то никто к нам не придёт работать. Ну, я в принципе согласен. Единственное, я хочу только сказать одну реплику или мазочек, что я допускаю возможность рассмотрения малого и среднего бизнеса, как некой дойной коровы, но дойную корову, для того, чтобы она давала молоко, надо хотя бы кормить. А здесь попытка не кормить, но при этом получать. И как один из наших руководителей области сказал, нам надо бизнес рассматривать, как на курицу. На мой взгляд, это цинизм высшей степени. И когда мне говорят, что по налогам мы там продвинулись на какие-то порядки, по экономике стартанули вниз, а по налогам, по собираемости поднялись вверх, для меня это ужасающая ситуация. И поэтому перспективы для малого бизнеса я пока не вижу. Слушайте, ходят слухи, что ещё пока новый руководитель ФНС по Кировской области, господин Смехов, многие же представители бизнеса, когда Светлана Чарушина ушла, высказали предположение о том, что будет как-то помягче. А вот ходят слухи, что уж извините, нифига мягче-то не становится. Так ли это? Нет? Я встречался с ним и пытался предложить некую лекцию. Мы договаривались о том, что она будет проведена по скайпу в виде конференции со всеми руководителями налоговых органов. И занятие должно было связано с вызовами Четвёртой промышленной революции, для того, чтобы налогики увидели саму тенденцию и попытались соотнести тенденцию к будущему с теми тенденциями, которые формируются на сегодняшний день, и где-то в голове сделать, может быть, поправочный коэффициент, то есть вектор подправить в нужном русле. Но, к сожалению, был даже назначен один из заместителей по организации этого вопроса, ушло в песок, и вот, к сожалению, у меня разочарования возникли. То есть намерения были благие, что необходимо поднять на другой уровень мышления даже руководителей налоговых органов, районов, ну, у нас они не районы, а территориальные такие объединяющие. Но, к сожалению, нам это не удалось. Я думаю, что мы можем реанимировать этот вопрос. Валерий Николаевич, не знаю, можно так вопрос ставить, но вот три вещи, которые сейчас беспокоят больше всего бизнесу, малой и средней. Три вещи. Что это? Ну, на мой взгляд, само существование бизнеса, оно говорит о чём? Что если я существую, значит, я работаю без убытков. И, следовательно, само существование бизнеса, оно, объективно его показ, уже беспокоит то, что за меня возьмутся. И поэтому все пытаются... То есть страх? Страх за то, что он существует. Страх за меня, тревога за меня за будущее. То есть сам факт его существования и выживаемости – это уже очень серьёзная проблема. Вторая проблема, она заключается в том, что если на сегодняшний день я ещё существую, то дальше абсолютная бесперспективность и это выражена формулой «если бы я знал, с чем я столкнулся, я бы никогда в это не пошёл, но у меня уже всё там вложено». Поэтому страх связан с тем, что он потеряет всё. То есть не только бизнес. Бизнес для него – это уже не самое существенное. А вот в этом бизнесе уже заложена вся его жизнь, заложено всё его имущество и самое страшное – имущество семьи. Ну и третья проблема, которую они на сегодняшний день проповедуют, и это связано с тенденцией, которую мы наблюдаем, что малый бизнес сегодня отказывается от регистрации в Кировской области. Если раньше мы наблюдали крупный бизнес, потом средний побежал, сегодня весь малый бизнес пытается выйти на видимость самоликвидации и ухода в другие регионы. То есть снимается здесь и регистрируется в иных субъектах? Да, совершенно правильно. Или изначально в иных субъектах уже? Нет, они снимаются, либо показывают ликвидацию своего бизнеса и проводят регистрацию. Бизнес есть, он существует. Это массовые явления именно по малому бизнесу, да? Да, да, да. Это очень серьёзная проблема. Никто даже в мыслях не мог допустить, что малый бизнес так начнёт себя вести. Но, к сожалению, это так. А я помню, налоговики говорили, хотя не специалист, конечно, может быть, это не относится как раз так с малым предпринимателем. В общем, речь о том, что уходя в другой регион, они полностью это не избегают всё равно. Уплата налогов на здесь, по месту существования. Нет, ну это НДФЛ единственное. НДФЛ. НДФЛ. А что они там показывают? И где у них числятся эти люди? В конечном счёте, аутсорсинговая модель, она позволяет и эту проблему решить, извините, в кавычках. Понимаете, да? То есть, это будет как будто люди находятся в командировке здесь, а в штате находятся там. Поэтому, Володь, сегодня модели, я думаю, что настал тот момент, и я благодарен налоговикам, которые эту проблему обосновывают, что необходимо менять саму систему налогообложения и делать её близкую к американской, где основным показателем являются рабочие места, НДФЛ и так далее, плюс налог на доходы, который представляет собой некую геометрическую прогрессию. Вот это основное, я думаю, мы к этому сейчас уже вынуждены будем подойти, не просто на словах, а другого пути просто нет. Это как с пенсионной реформой. Что касается малого и среднего бизнеса в моногородах Кировской области, вы изучали эту тему, вот сейчас как раз идёт программа, и прям семинары обучающие подвигать как-то, да, людей молодых заниматься. Вот это такая мертворождённая идея, на ваш взгляд? Нет, нет, нет. Или всё-таки перспективы тут есть? Я думаю, что здесь есть, и оно связано с тем, что под программу развития моногородов вложены определённые деньги. Минэк вкладывает достаточно серьёзные средства в эту тему. Я сейчас не берусь сказать, о какой сумме... Да, а вот ошибочность общей технологии, она заключалась в следующем, что по формальному признаку были представлены некие комплексные инвестиционные проекты моногородов, под которые вводились средства, а дальше все почему-то забыли об этих планах. И в результате деньги-то получили, и пошли вот эти метаморфозы, а где деньги, ЗИН? То есть, должно было быть установлена строгая контрольная деятельность за использованием этих денег в соответствии с написанными планами. А планы положили в сейф, и в результате начали эти деньги пилить. Я думаю, что это была главнейшая ошибка в постановке этой тематики. Она подвергалась корректировке только благодаря тому, что любыми средствами надо было ввести деньги, инвестиции в регион, а там хоть трава не растет. Ну, я лично присутствовал, когда там 500 миллионов с лишним мы получали на технопарк в этом Вятских полянах, потом здесь пригородный у нас технопарк был в Юрианском районе. Я видел это все, как это происходит и так далее. Поэтому я думаю, что это была главнейшая ошибка в целом в стратегии этих денег. А по идее эта тема очень актуальна и очень перспективна. Да, мы на сегодняшний день договорились о том с правительством, что в основу развития моногородов будут положены инновационные бизнесы, те разработки, которые действительно позволят с одной стороны удешевлять производимую продукцию, с другой стороны формировать приемлемый ценовой порядок. То есть шкала цена-качество должна представлять собой некий конкурентно способный продукт. И, скажем, если будет переработка каких-то отходов, то попутно решить вопросы энергетические для моногородов и снизить вот эту нагрузку внешней зависимости от энергоресурса. Я думаю, эта тема актуальна и она на сегодняшний день, если будет реанимирована, а я вижу, что после 9 сентября выборов, как это ни парадоксально, вроде политическое событие было, и тот неуспех, который наблюдается в отношении «Единой России» и тех ставленников в регионах руководителей, которые должны смотреть. То есть тема, которая была забыта развития территорий, регионов, заботы о людях, она очень активно сейчас реанимирована на уровне президента, на уровне правительства. И, хотя они не хотят, может быть, этого делать, но ситуация заставляет не только наблюдать и управлять стадом, да, а это стадо каким-то образом содержать, кормить и повышать их благосостояние. Поэтому я думаю, что пусть меня извинят радиослушатели, я нас назвал в том числе и себя стадом, но, к сожалению, мы таким на сегодняшний день. Надо давать себе отчеты. Иногда действительно... Да, представить себе, да, кто мы такие, да. Валерий Николаевич, у нас времени не хватило, даже если бы мы начали вовремя, мы бы все равно не обо всем не поговорили, но все-таки вот чем-то таким ярким хотелось бы закончить, чтобы вы кратко высказались, ярко, действительно. Вот у меня тут несколько тем еще на выбор. 30 секунд, Валерий Николаевич, победил его, как пылесос, продолжает сосать бюджетные деньги. Вот новость о том, что 30 миллионов снова он ему выделяет. Помню, как в ОЗС, будучи вы горячо обсуждали этот вопрос, рейтинг Путина упал, может быть, это вы прокомментируете. 30 секунд, что... Ну вот давайте рейтинг Путина, наверное, вернемся. Я сейчас, не скрою от радиослушателей, провожу определенные опросы, мои товарищи проводят опросы, он достаточно такой нейтральный, оценка порядочности Путина, которая объявляла Какой вопрос конкретно задается? А? Какой конкретно вопрос задается? Он так и задается, некая такая текстовая часть в абзаце, прошел ли Путин проверку на порядочность. Проверку на порядочность. То есть вопрос-то не о том, что соответствует он должности или не соответствует, но в нашем понимании 55-я статья Конституции гласит, что законодательство должно приниматься не ухудшающее жизнедеятельность и существование людей, проживающих на нашей территории. Это конституционно. И гарантом этого должен выступать президент. И следовательно, его основная функция, как гаранта, она и заключается в том, чтобы те законы, которые ухудшают нашу жизнедеятельность, они не должны подписываться, должны возвращаться на доработки и так далее. Вот, к сожалению, Владимир Владимирович сыграл злую шутку. В марте месяце, когда были выборы, он не говорил о том, что будет пенсионная реформа, но при этом продолжался тиражироваться тезис о том, что пока я буду президентом, я не допущу. И вдруг полгода, полгода проходит, и ситуация меняется. Вот эта вот технология свершившихся фактов, технология целесообразности, она напоминает нам 90-е годы, ельцинские годы и 2000-е начало. Тогда сегодня так, завтра. Да, 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 да. То есть мы всегда обоснуем, почему это надо. То есть я считаю, что рейтинг сегодня падает и будет дальше падать у Путина, если он коренным образом не изменит свою систему отношений. То есть обман, а это обман, он людьми не прощается. Вот как бы здесь ни говорили. И насколько бы там кто-то не уважал президента, тот человек, который способен, ну, такими вещами заниматься, а мы это называем нравственная такая оценка, да, то непорядочный человек, он в принципе не достоин того, чтобы находиться у руля. 13 часов 48 минут это завершение уже программы. Особое мнение. Благодарю Валерия Турула. Ну что, в следующий раз, что говорим полноценно. Ну, я извиняюсь за то, что несколько задержался. Я принято с вами, у вас сегодня преподавательские вещи. Да, зачет принимал, да. Всего доброго, до свидания. До свидания. Спасибо.